всем привет это видео я начну с маленького изделия которое я сшила и далее уже основное главное в общем решила сшить себе из остатков бельбета от предыдущего проекта вот такую косметичку вот такой прямоугольной формы квадратные там как угодно то есть где вот здесь широко тоже с такими пластиками здесь много не расскажешь но косметичка и косметичка но я ее не для косметики для хранения там чего-то то есть я смотрю пока я решила положить маркера всякие карандаши и прочее но она для них конечно большевата но это просто размер который был дан так называемый из это нас классы или что для мерок в общем я решила шить вот такой размер вот и еще хочу поменьше немножечко то поменьше пониже чтобы это было как пенальчик вот такой вот формы вот стежечку я повторила здесь со стороной 2 сантиметра ромба видно вот такой пуговку пришила вот этих лястики шьется она легко форму держит хорошо вот здесь у меня объемный флизелин не ошибаюсь да и вот это дублерин который воротничковый для жесткости для придания форма но я думаю что он даже не обязателен вот такая подкладочка вот такую тканюшечку я подобрала ведь цвет такой коралловой цветочки нежные и она пошла вот на вот эти вот аля хлястики которые чтобы удобно для за них было застегивать и расстегивать держать вот такую косметичку так что если кто не пробовал такую форму попробовать очень классно можно шить самых разных размеров все просто размер до углов до ваших которые потом вот станут дном до объемным дном объемным верхом это есть вот ширина вашего готового изделия но углы соответственно как объем дна то же самое в общем принцип объемных сумочек просто вот здесь два уголочка вместе сшиваются так это был мастер-класс по моему я точно не помню очень старое видео юли максимова бьет на рукоделие для дома канал не на просто но лежала в плейлисте с юлиными каким-то видео где ну и мка и либо какие-то этапы показаны плюс я смотрел такие варианты когда бейка закрывается ну вот у нее был просмотрен вариант где бейка не закрывается все это видите все среди ки они спрятаны внутри то есть детали уголочек лицевой стороны и уголочек подкладки они вместе сшиваются и таким образом прячется внутрь и выворачивание идет как обычно через дно через дно сумочки простите вечер опять и в общем по моему тень падает сейчас попробуем уж без камеру переставить не знаю может быть вот так будет получше надеюсь вот такой вот конюшечку добралась вот мне очень понравилась такой такая форма она удобная объемная емкая достаточно и шьется довольно быстро принципе ну стежка время занимает но все вот свободно ходовая тоже займет время себе стежки то клевую какой-то нужно свой можно синтепон внутрь сотку 150 пожалуйста можно в утюгом прижать и немножко под прессом вот такой более плотненький то есть кого какой наполнитель есть не не принципиально и считаю для данного изделия но совсем без наполнителя нельзя особенно все ткань а достаточно мягкая то он у вас сран будет вот здесь она тогда сминаться понимаете да то есть она не будет может быть форму держать хотя есть пониже делать там например изделие то будет форму держать все равно я думаю вот такой вот вариант у меня появился ну и вот основное изделие которым я вам сейчас расскажу постараюсь кратко о готовом а далее кому интересно кто шьет или хотела что-то подобное попробовать и какие-то этапы отдельно снимала свои но это не мастер-класс это просто этапа вот как я что шью вот мое видение ему наверное опыт швейный в целом не только прикладных отделях а вообще вот поэтому если кому-то будет интересно могут дальше остаться посмотреть и может быть написать какие-то свои вот какая как вы делаете например какие-то вещи может быть тоже какой-то опыт возьму из этого значит это папка для линии хранения аксессуаров для свободы ходовой стежки то есть для линеек для стежки перчаток там лапка у меня лежит в отдельном таком накупался деле не месяц свейной машины она лежит в отдельном футер чеки вот значит чем примечательно эта папочка она объемная на молнии молнии с одним замочком двумя замочками данной модели ничего не получилось бы потому что надо что папка раскрывался полностью в этот раз я шила корешок цель на меня вот если вы посмотрите по всей высоте папочки то есть не как в предыдущие сумочки вот в этой вот вот здесь отдельно здесь молнии заходит сюда это видите на есть я хотел другую модель попробовать и я хотела внука по принципу школьных пеналов то я кто-то шьет органайтер для рукоделия такие маленькие вот и так далее значит вот с таким хлястиком молнии для чего он нужен сейчас я буду все рассказывать по порядку значит папка достаточно большая потому что учитывалась длина линейки с небольшим вот таким вот запасом сейчас вам покажу эту линейку на которую я ориентирую это основной такой размер по-моему по длине я не помню . есть или нет вот если вы посмотрите она вот лежит она практически видите во всю высоту папки так что это не очень большая папка по размеру по размеру не точно сейчас уже конечно не помню вот полная длина у нее вы вернее высота у папки где-то 38 сантиметров вот ширина папки 29 сантиметров жил я и с некоторым запасом на ширину ну во первых я не хотел что-то узкое дело за вторых как бы мне надо было чтобы на перспективность что-то когда-то добавлять сюда чтобы было место до впервые я шила оформляла такими гексагон чиками шестиугольниками лариса черновская я не смотрел какое-то видео недавно но у меня уже была мысль как попробовать их и в общем я это сделаю я взяла остаточки от предыдущих проектов своих конюшечку меня там немножечко обрезки были какие-то вот и из них сделала вот такие гексагон чеки то сделал бумажные шаблончики распечатала их из и не помню где нарисовали мы как графическая программа по моему на компьютере чуть я подзабыла вот распечатали тут размер 2 сантиметра сторона 2 сантиметра у них и в общем я делаю таких вот на глаз вот из этих тканей какое-то количество гексагонов я там немножечко осталось и собрала из них три таких цветочка основная ткань это джинсы остаток я покупала в нашем магазинчике соседнем доме этот магазин ателье частный там висел остаточек недорогой достаточно такой приличный кусок 70 сантиметров от джинсы поэтому не пришлось резать старые свои джинсы как я предполагала из кусочков там делать а я решил вот именно здесь такой целый кусок и вот на него сделал такие цветочки пришила соответственно вот такой вот ярлычок and made как раз удачно ко мне пришел с алиэкспресс вот для основной подкладочной стороны ну вернее подкладочная внутренняя страна но она же подкладочная я использовал сорочную ткань корейская кажется в нашем магазине тканей тоже покупала вот такой хлопок стопроцентной клеточка это здесь бечка по косой раскроена поэтому клетка диагональная с обратной стороны украсила такими вышивальными стежками здесь шитье ему манекенчик мы там с моими инициалами вот таким вот образом вот такая папочка получилась очень объемная классная но время конечно затратное такое изделие это надо сразу давать себе отчет то есть это за один день без передыха жилые несколько дней ушло у меня дня не знаю точно сколько честно вам скажу сегодня вторник я сегодня решила сегодня в беке занималась уже бейку пришел краевы пришивала машинки и руками вот вчера я например занималась обтачкой с молнией и до того я занимал соответственно воскресенье вот я полдня потратил на подготовку основной детали внутренней стороны а вчера я еще вшивал карман тоже частично вот в общем короче достаточно времени то есть это будет больше двух дней ушло наверное общей сложности ну это уже у каждого способ свой отрезок времени свои затраты своей скорость шитья я не знаю быстро медленно я шью вот я после вы чтобы аккуратненько было возможности максимально значит тёжка здесь обычно рыбовидной ниточки я подобрала такие серо-голубого тона они очень хорошо и с этой ткани сочетаются и джинсой и ими я пришила гексагончики по всем сторонам значит между гексагонами и вот этими ромашками цветочками и тканью я их соединил еще серпианочка на принципе этому здесь было это не обязательно далеко потому что я решил все-таки пристрочить вот так вот в край так в принципе ну для лучше фиксацию хуже не будет как говорится на значит так открываю вам папку уже подготовила немножко приспособиться надо вот значит открывая папка она достаточно большая трудно будет ее как-то уместить но я постараюсь более-менее все что он подвигаю камеру потом значит папку такая в развороте вот вы видите здесь клеточку тканью это основная она у меня в основе здесь везде заложено вот в этом кармашке а дальше я поняла что клетки будет слишком много но не хотелось не чтобы одна клетка была хотел чем-то разбавить и удачно очень сложилось не очень давно лежал отрезок такой ткани совершенно для другого но идеально подошел сюда и голубой цвет это что здесь эти нежные цветочки мне прям очень понравилось сочетание не прям в том совпали с голубым и в клетке мы вообще тканью так классно она конечно очень красивым вот значит в этот раз кармашки я делала тоже закладывала складки но я не делала вот здесь сверху кулиску посчитала что принципе не в данном случае это совершенно не нужно а вторых объемного знаете возможно и кулиску я вообще больше не буду может быть делать потому что мысли достаточность объема плюс на пас объемные бы зашли в такой карман прекрасные если бы этого папочка была у меня именно для вышивания или рукоделия вот но значит чем не нравится отсутствие здесь кулиске тем что прямо такой ровненький кармашек получается она никуда ничего не тянет здесь соответственно складочки так ну и шьется может быть немножечко быстрее то есть не надо вставлять резинку в общем в этом разница отделочный шов у меня вот здесь вот такой вот зигзаг они же по моему считаются еще и тип аппликационного он тоже по моему применяется вот я просто вот так решил пристрочить чтобы руками бег с обратной стороны не пришли внутренняя сторона у меня подкладочка белого цвета ткань тоже коллекции пеппи и здесь как вы есть обратили внимание поближе попробую показать может быть видно я использовал один слой тофты так даже более относится романтичные нежность смотрится ну как-то нас интересно но это только для этого кармана этот карман я оставила просто с ткани чтобы не переборщить во первых с количеством тофты внутри одного изделия ну как бы не нужно здесь вот здесь тофта она вот прям хорошо дополняет цветочки второй карман большой тоже я сделаю это для длинных линейчик это для маленьких линейчик там всякие лепесточки цветочки кружочки особенно которая там разборной с двух деталей вот я вышила вот на такой молнии язычок у такой купила для молнии и поставила его на обычный молнии в тон голубую купила второй карман 3 вернее карман он такой вот не поменьше дал меньше половины я его сделала вот на такой вот но ты больше даже на украшение хотя наверно функционально тоже поможет хоть они принципе вот хорошо сделано видите да вот таким пластиком на кнопочки который тоже удачно в тон подошла у меня вот эти примовские кнопки есть наборчик вот такой голубой кнопочки здесь я планирую хранить перчатки для застежки и лапку в своем футлярчике вот но здесь уже вот маленькие линеечки да и большие линеечки длинные линейки вот она у меня волна еще там какие-то есть значит серединку я сделала подобрала тоже из остатков у меня срезы ставались какую-то когда-то что-то я шила вот эта ткань такая на серо-голубого цвета и в центр и пристрочила это все как вы видите аппликационные швы вот поближе вам покажу вот а в центр вшила ленту вот такую тюрьму до который пришит и меняется в рукоделии с хендмейтами вместе такой как вот эти хендмейт ленты да вот такую тюсём очко как сантиметровой ленты и тоже пришила ее вот таким вот аппликационным шо мне кстати очень тоже он понравился потому что мне не хотел здесь слишком много вот этот шовчик очень хорошенький симпатично вот здесь он смотрит на мой взгляд уместно здесь такая ткань однотонная ну скучная да и и украшать собственно вот этой ленты и вот этот шов он как бы дополняет одновременно пристрачиваю к закрывая срезы карманов у меня здесь до добавляем толщины вот корешку ширина только потому что мне папочка нужна была объем чтобы здесь держалась пожестче чтобы было да соответственно только ткани подкладочной вот этой и лицевой стороны с синтепоном проложенной этим дублерином моим любимым воротничком было недостаточно она сразу знаковатой было хотя то чтобы молния держал в общем за счет этого она вот держит уже форму и таким образом я как бы условно заложила толщину папки то есть и внутренний объем да то есть тут четыре сантиметра и вот этот шов да тоже настрачивая я уже потом ты сначала пристрочила голубую вот эту часть потом вот эту ленту и таким образом здесь меня тоже все зафиксировано хорошо и там ничего не собирается когда папка закрывается открывается то есть внутри ничего не ерзывает хотя в принципе меня карманы вот тут встык прямо тут так ну здесь я как бы тоже вышел из своими целыми прос хотелось что-то добавить такой симпатичный ярлычок вот вырезала это же сшиваем и таким вот мелким зигзагом честно поближе покажу вот такие мелким зигзагом я добавил как по от строчку чтобы не скучно было вот эти меж самыми ниточками вот такие вот кармашки сейчас можно попробовать наполнить эту папочку вместе с вами наверное я еще и даже не наполняла перчатки например была линейку берут сюда вот эту свою любимую моя самая любимая линейка вот эта потом у меня есть еще вот такая линейка теперь мне пакеты не нужны вот этот прям для прям прям прямых линий тоже очень удобно если нужно разные ширины отмерять и если уже находишься машина настроена на свободно ходовую стежку чтобы туда сюда не прыгать с лапками с нижним все же транспортером то вот как бы уже все есть потом есть у меня вот такая вот линеечка лепесточки теперь можно смело все это открыть и убрать это не шуршал наточительное количество пакетов маркировки на на всех линеечках здесь есть поэтому даже вот видите стопор и самоклеящийся я тоже купил на всякий случай вот положу сюда вот к этим линеечкам вот так вот эту линеечку уберу сюда же уберу соответственно линеечку иголочки которыми стебать хорошо они как бы вышивали получаются гоночки и еще такие у меня иголочки стичь есть тоже вот именно вышивальна это вот такие вот голубенькие так все это можно положить и в нижний кармашек я так думаю потому что там даже с папкой кармашками перевернешь ничего это не растеряется что мне было важно еще есть такая линейка драгоценная я наверно оставлю пока вот в этом пакетике это вот для измерения отступов среди долго не искать и потом для никого не мешочек симпатичный продумаю вот что еще у нас здесь есть еще у меня вот такие лопатки для формирования углов покупала тоже вверх сухой на принципе они не прикатились и так углы формирую но я думала вдруг с ними еще лучше будет пока не пришлось но они подходят не для двуслойной бейки а обычная насторонней бейки но который потом как обычно становится двуслойной так мы должны быть еще линейки вот эта лапка отстеганого цветочка вот от нее я оставлю пожалуй просто вот эту бумажечку если вдруг когда-нибудь но я думаю что их лапкой польски не буду она мне что-то не понравилось вот извините меня кот орет но это в общем бенгальский кот просто у него в это время обход вот и вот у меня еще есть виничка кружочек еще один достаточно видите вместимый зато проверяем вместимость этой краски как это будет выглядеть запретом виде не пробую я только закончила ее решила снять пока что-то помню что-то делаю когда что прокладываю вот если линейки прозрачных кармашков я делать не стала как думала изначально у меня же есть вот эта виниловая пленка да как для виниловой скопертиимерных потому что я так подумала мне же надо чтобы объем был у кармашков и чтобы все это не папку не тянуло никуда вот я соответственно и не стала делать виниловый карман сделаю все вот такие кармашки более надежной из ткани вот такая еще линейка другая есть тоже очень классная ее хорошо применять вот когда квадратный стежку там ночью чтобы на цветочках интересно может посмотрите есть у меня еще вот лекала обычные школьные не знаю имеет ли смысл их разбирать чтобы кто-то не шуршал наверное что-то для них надо придумать тоже можно такой знаете как просто кармашек возможно со временем я нашли такие знаете маленьких кармашку просто слой ткани однослойных в которой просто под каждую линеечку вот буду убирать и вот из которых особенно из двух деталей состоят и туда буду как бы складывать и сюда положу положу обычный школьный угольник все может пригодиться поговорится вот еще что у меня еще я использую для фиксации линеек очень удобно вот этот бумажный скотч еле нашла тогда я помню слушайте вот кармашек ну очень мастерно вечно кладу а бы как потому что с вами значит здесь мы вот так сделаем вот все я все по-моему разместила вот отверена лапки я думаю мне коробочка уже не нужна я сначала оставляла все это а то раньше у меня все лежало в этой вот косметичке она как бы сама все маленькие но она все как бы лежал все в пакетах поэтому и вот эта линейка с волнами она торчала у меня помещалась ну что было под рукой самое быстрое то я и подобрала вот так что понимаете здесь достаточно много можно линейки положить я думаю что я сюда еще положу вот эти все свои линейки которые у меня в принципе обычно быстрому поле доступны ну чтобы пользоваться этой папкой ну и вообще вот я вот эти еще три линейки я их положу я думаю вот сюда потому что они простые вот именно да и как бы они для часто используют подойдут поняли меня короче закрывается рабочий день не то что я дошивала вот ну а здесь я видите пока похороню свои вот в этом немножко кроме сюда пока все свои маркеры сложила которые не шью для кроя не для кроя для ушивания пока сюда еще есть другом месте надо их тоже собирать эти просто меня все были в органайзере моем швейном поэтому чтобы уж ничего не перебирать их пока сюда все скинула уж такая штучка из не думаю или чё-то положу вот заодно видите небольшой такой порядочек на делам вот так что вот так сейчас закроем и посмотрим что это немножко непривычно сейчас молнию мы закроем вот так папочку смотрите классно получается мне нравится ножиком довольны вот этот хвостик если хватит не делайте но нельзя было дату соответственно у меня папка так не открывалась полностью все все мы все закрыли смотрите прекрасно вот мне нравится ничего никуда не то порчится не вылезает объему хорошо что я еще меньше объем не стал делать я так обрезала дальше посмотрите там более подробно рассказано про все папочка держит прекрасную форму и там еще место углу ну и соответственно ничего не растеряется и даже она может украшать ваш рукодельный уголок если есть куда ее поставить вот ну наверное об этой папке все вышивать я пока ничего не вышивала все шью думаю что завтра уже повышевать немножко перерыв шить я сделаю выходные может что-то сделаю шить я ну такое не такой глобальный как эта папка потому что немножечко знаете но такая такие сложные проекты немножечко подустаешь ну как с одной стороны я уже набиваешь руку а с другой стороны конечно немножко подустаешь и хочется чего-то может быть более быстрого и более простого хотя и это тоже интересно в принципе на данный момент пока я вот прям сейчас в плановку мнение подобной папочки шить но я попробовала вот такую форму на на молнию с холестиком на с одним замочком домой это же замочек одевала и вот с таким корешком тоже хорошо будет для расшивальных проектов можно при желании сделать вот здесь какие-нибудь ручки если там кто-то планирует например носить как сумочку портфель да она достаточно такая большая вот эта папка уже полина она мешался не под линейки себя под вышивку я бы и делала поменьше конечно примерно вот так ну в общем на мой взгляд получилось папка достаточно еще к тому же тематичная то есть она именно тут линейки для стежки да ну в общем все в одну тему здесь стежка гексагончики да внутри там все как бы здесь стич шитье переводится как шить стич на манекенчики ну чем все как бы нам будет достаточно тематично и вот этот кантик он дополнил я бы сделала внешним он дополнил он украсил на мой взгляд эту обложку и красиво смотрится в раскрытом виде и вот здесь то есть мне понравилось внешним кантом тоже шить кант кстати я именно потайной стежок я я нашел дело два раза я его пришила один раз но видимо в процессе когда я кант прикалывала вот этими нашими любимыми прищепками дан для квилтинга видимо где-то лишь чуть-чуть узнать миллиметр потянула она же косая бейка и у меня что-то плохо углы выложили все и вот здесь воздух был как-то я хотел его поуже сделать очень получилось какая-то ерунда я поняла что это все неисправление перенесу что вот здесь вот просто на примать очень потепить что-то потянулся буквально миллиметр-два и она дальше уже тянется то есть не заметил то есть я таким когда решил все-таки спороть потайный шов у меня с лицевой стороны с порой лопатовой потайной шов старовать его довольно быстро не так как пришивать вот и делала всю заново уже печку прям буду упирала прям вот сюда встык и соответственно я ее когда укладывала я и так и укладываю нить не подтягиваю но я немножечко знаете вот когда уже пришивала бейку именно ниткой я уже старалась немножечко знаете как бы немножко вправо то есть я справа налево шью да мне то что я правша соответственно вот здесь у меня вот эти прищепки постепенно уходили я прищепку сняла и держу прям пальцами шью и немножечко как бы сюда чтобы у меня когда именно нитка начинаешь пришивать чтобы ткань вот миллиметр вот этот там долю миллиметра случайный я не потянула из того что это косая бейка и тогда мне все прекрасно легко никого даже утюжки не потребовалось в общем-то результат вот видите в принципе хорош на мой взгляд как бы и не придерешься но я по крайней мере не к себе уже тут не придирайся штабе и ко мне вообще не понравилось то есть она вот здесь короче перетяжка пошла и на углах соответственно тоже чуть-чуть перетяжка была хотя казалось бы косая бейка да ну вот она капризна в этом плане я поэтому бегу косую применяю но я ее как бы не очень люблю но на закругление к сожалению она в данном случае вот именно для канта она как варианта что прямая бейка здесь бы ничего не получилось это для обтачки пойдет для бейки уже нужно обязательно косую все таки вот и вообще мне конечно в принципе понравится органайзер закругленным этими уголочками все давно хотела сделать и смотрится они такой уютно интересно особенно если это достаточно большой такой размер то прямые углы смотрятся как-то простовато скучновато и и более громоздко он как бы смягчает в общем этот уголочек на мой взгляд вот в таких папочках он смягчает немножечко форму и размеру немножко нивелирует его как бы да уменьшает визуально немножечко ну как не знаю уютный папку очень классный мне понравился результатом довольна пишите свое мнение свои комментарии так вот постараюсь вам сейчас попробовать показать телефон вот так вот штативом более подробно вот папочка если вы еще не рассмотрели в общем я довольна значит по поводу гексагонов я тоже думал еще как их положить то ли в цветочки то ли какие то может быть отдельной дорожки в общем в итоге я сошлась на том что так цветочки сделала хаотично немножко не совсем прям строго по диагонали ну как раз чтобы не будут строго симметрии чтобы не было скучно как говорится вот вот так там покажу тогда наверное все дальше кому интересно повторюсь оставайтесь и смотрите это видео дальше там будет более подробные этапы как я шила но это не мастер-класс поэтому пожалуйста не принимайте это как за какие-то правила это мой мой способ как я вот мой метод да как яшу какие-то моменты отдельные вот большая она конечно очень все а так я с вами прощаюсь всем пока вот покажу вам этап как я карман пришиваю в данном случае когда у меня внутренняя часть цельнокроеные и лицевая тоже соответственно здесь я сделал такой вариант кармана объемного без кулиски в этот раз на костюме обеечки заложенными складочками этого объема будет достаточно при этом карман не будет вот здесь никуда гулять и резинка не будет ничего тянуть вот как это вот я объяснял в предыдущем модели и в принципе хороший вариант мне нравится минус кулиска ну то есть экономика какое-то время потому что минус кулиска да и красивый тоже склад сложить объемом будет точно так же вот подумаю возможно сделаю вот здесь еще такой небольшой клапан замочек если это нужно будет но я думаю что возможно не надо будет на это же попозже будет видно когда я пришью его линеечки сюда уберу длинные вот я посмотрю буду ли я здесь делать какой-то фиксирующий такой аля ленту клапан какой-нибудь кнопки чтобы в случае чего потому что принципе все равно все будет внутри папки на дна молнии в данном случае еще сделала так я сделала значит вот подкладчик у меня просто белая ткань вообще-то бумажная лицевая страна вот такая ткань и один слой этой тофты что был красивый получается на самом деле очень украсилась такой интересно получается интереснее чем было бы просто тканюшка или просто тофта прозрачная ну как для разнообразия здесь я не хотела чтобы было прозрачное ну как бы потому что первый здесь немножко стиль другой да вот и чтобы вот там если много разных линеек чтобы было как-то все поаккуратнее то плюс линейки чтобы не цепляли эту тофту потому что острыми но углами сами не могут мне сразу цепляться и как бы я думаю что это не очень хороший вариант быть там случае лучше все таки чтобы здесь была тканюшка вот вообще-то бумажно поэтому здесь получается 2 2 слов вообще бумажной ткани и это все вот этот тип американский хлопок ему подобный и тофта это просто убачить сорочная ткань корейская кажется хорошие вот поднял ее на дублерин обычный обычный блеринчик вот так по лицевой стороне сейчас вам покажу вот лицевая сторона вот здесь вот я первый раз делаю такие гексагончики и настрочила в край по всем по всем сторонам и той же ниточка голубой вот голубой которые здесь это же ниточка вот здесь она идет очень удачно нет оказалось вот насквозь значит здесь у меня слой синтепона 150 и здесь вот этот вот дублерин а-ля бортовка или какой-нибудь бортничковый короче жесткий который он вот здесь вот увидите да здесь насквозь все пристрочены вот украсила здесь такими вышивальными швами типа стич шитью манекен это же ниточка голубой подпись моя с моими инициалами вот такая папочка вот раз достаточно большая папка будет но тут получается и линейка немаленькая плюс некоторый запас вот такой буквально будет вот поэтому а так как линейки могут чуть длиннее быть или еще что то то соответственно конечно хочет запасть на перспективу чтобы потом локти не кусать ношить еще одну папку потому что такой папки 1 мне вполне хватит вот соответственно джинса обычно я купила остаточек в магазине отрез был со скидочкой очень удачно получилось мне пришлось свои старые джинсы резать мне понравятся эти гексагончики гексагончики зафиксировала вот ну как то вот в этой зоне чтобы они не двигались мы лучше держались хотя в принципе при такой прострочке наверное это не нужно но я сделала что вот мне было комфортно даже вот строчит строчить их пристрачивать между ними вот эту серпянку сетку на бумаге сделаю вот есть тоже сетка на бумаге меня между слоем синтепон и джинсо чтобы получше ложилась стежка стежка ромбовидной 3,5 сантиметра страна расстояние между линией вот так что еще слева будут два кармашка один на молнию будет и один без молнии для там перчаток например и так далее скорее всего он будет такой же только маленький вот здесь будет вот вот с такими же складочками ну просто без сетки этому скорее всего просто тканюшка вот это а здесь я думаю клетчатый карман сделать на молнии молния голубая у меня вот таким вот замочком надела замочками вот такой купить это дорогущий рублей 90 по моему стоил в окуловке считаю что дорого по моему они слишком накрутили цену у меня был бонус на 50 рублей я поэтому решил разрезать пусть будет как будто 40 вот так что он такой молнии стил но молнии в тон тканюшка очень хорошо смотрит так вот сейчас я буду вшивать молнию но вшивать я буду на чем то есть я буду сделаю такой же кармашек только уже из ткани со складочками тут немножко по-другому складки заложили в центре у меня встречные к боковым и здесь также сделала беечку зигзагом и его папа пристрочил чтобы на двух сторон и дальше я уже эту бечку сейчас край пришью с этой стороны к молнии вот молния длинная поэтому можно замочек растянуть подальше вам не мешался и в процессе не прерываться вот а потом я с обратной стороны думаю таким же способом стилу тоже бечку но к следующему карману который будет на одним и уже также силу бейку бейку тоже на строчу на молнию поэтому как бы такой вариант решил сделать и будет симпатичный кармашек смотреться и переход от одного кармана к другому будет такой логичный и красивый на мой взгляд что так вот и так я подошла к этапу когда я уже молнию на оттачке буду сейчас приметывать сначала а потом уже пристрачивать к своему изделию к основной деталь к основным деталям изделия вот если вы видите это я делаю это от центра то есть я наметила центр вот таким вот уголочками окантовки молнии и также центр наметила здесь и здесь у обложки папки вот для того чтобы вот у меня молнии точно было пришлось ну как бы по центру и там там то есть во первых чтобы вот эти вот части были параллельны здесь и действующим деталь когда ее застегнешь потом не перекореживаю понимаете да когда уже папочку застегнешь вот потому что если делать вот прям вот строго отсюда может быть там друг там какая погрешность 12 миллиметра здесь и здесь и все и уже может отличаться или например здесь чуть левее запустим не цены может быть все что угодно даже не как бы не штамповочный станок какой-то до ручной шитью вот и уже от центра начиная сейчас сначала я сделаю на вот такие прищепочки вот а потом я все-таки сделаю сметку я предпочитаю сметку во-первых она гарантирует то что во время но это главное на самом деле значит первое что вы можете это вы когда приметать еще раз открыть закрыть молнии посмотреть что все ровненько все детали стыковались ровненько ничего нигде никакие углы не выступает и 2 очень важный момент что когда вы будете все это пристраивать прежде чем делать уже отделочный кант финишный то вы увидите можете еще раз открыть закрыть во первых все проверить и у вас ничего не не будет смещаться то есть у вас в процессе строчки не будет смещаться слои между друг другом потому что есть нижний транспортер и может не быть и у машины верхнюю транспорту даже если он есть я считаю страну небольшое как бы смещение может быть не то ничего не гарантирует вот бечкой окантовка сделала поужину я заранее сделала чуть побольше с учетом того что во первых мне будет стежка как убить уже вертикальная и с учетом того что здесь у меня сантиметра под кант буду брать соответственно здесь сантиметр вот и я думаю лучше я лишний сантиметр потом срежу и и по первых окра будет уже ровный да под регулирует таким образом глубину папки на ее объемность относительно вот этого но я хочу чтобы примерно вот такой же ширины как центр у меня с корешка был здесь мне идет четыре сантиметра сколько я помню до 4 но здесь будет немножечко больше то есть здесь будет и 5 но это вот такая вот погрешность это ничего страшного то есть эти 5 сантиметров они расползутся вы не увидите вот этот сантиметр лишний по пол сантиметра на каждую сторону лучше пусть он будет чем не будет чем она будет такая в натяг можно конечно было бы но я сделала чтобы ровно было меня прям сантиметр сантиметр стояние ширины лапки у него здесь вот сантиметр на между строчками вот хвостик я сделала вот такой молнии данном случае не с двумя замочками а с одним потому что я пришивать в этот раз буду по-другому как наверно уже догадались пришивать будет все это вот так вот я буду пришивать вот от этого места до этого места поэтому здесь все должно быть вот красиво аккуратненько все застрочно все все параллельные параллельно друг другу должны идти вот эти детальки вот и здесь тоже самое будет посмотрите очень старалась уверяла вот тоже самое должны быть параллельные детальки чтобы ничего никуда никак не попадала и что все было красиво и ровно, потому что я не могу когда в раскорячку здесь, так будет выступать, здесь вот так вот быть не должно, вот и вот так вот оно должно у меня по идее все лечь, здесь вот так, здесь вот так хвостик спрячется внутрь, таким образом папка также будет раскрываться полностью, так как она сейчас лежит, вот и вы видите сейчас, что по-сороднейшему уж извините все домашние дома, это влог, это вставочки отдельных этапов, просто меня просили зрители, поэтому я это делаю, вот мне сошлось видно все, да, соответственно с той же стороны я надеюсь все будет то же самое, ну по крайней мере на примерках все вроде совпадало, вот мол не один замочек, потому что если было бы два, то один бы замочек уходил сюда и папка бы вот так полностью не раскрывалась, она была бы вот такая вот, ну такая вот, потому что замочек бы не позволял этого, так у меня замок будет полностью открываться, здесь уходить хвостик и папка будет полностью раскрываться как это у школьных пеналов если бы можно было бы два замка использовать это нужно но не в этом случае когда с обтачкой то есть если бы была просто молния вот сюда и сюда и здесь соответственно узкая тесьма была бы тогда можно было бы два замка которые бы вот здесь заходили ну как бы в данном случае если я правильно понимаю да и так себе представила просто а так будет один замочек ничего страшного это один раз расстегнул на период шить я достал линеечки когда закончил работу с линейками закрыл все убрал вот папку не это для линеек которые для стежки вот здесь я сделала со своими инициалами вот такой вот вышивочку и здесь я сделала такую кнопочку кармашка объемный сюда буду убирать например перчатки и у меня в коробочке есть лапка который именно для стежки по линейкам здесь соответственно маленькие линейки здесь длинные линейки будут лежать у них немного какие-то я купила но мне хватает пока вот если вдруг когда-то что-то будет добавляться соответственно все это сюда может добавлять также здесь можно хранить небольшие линейки которые для подчерка там закруглением углов и так далее то есть можно здесь хранить маленькие линейки коротенькие вот эти линейки можно хранить тоже здесь сюда прям убрать их и все поэтому все линейки здесь еще я думаю как нибудь может быть не в принципе место есть я хранить эти линейки ну просто места нету так бы сделать можно было ли атаку панно с кармашками весь как раньше бабушки делали такие расчетки прочее клали ну так несколько ярусов кармашков и туда убирать линейки но не знаю я думаю что я вроде пока оставлю как у меня есть там посмотрите что по новому на дому место иметь и нужно иметь именно рукодельный уголок швейный свой чтобы никому это все ничего не мешало не болталась и так далее вот так что вот так пока получается мне все нравится все красиво здесь вот помни здесь объемный такой карман мне понравился вариант эти кармашку без кулиски здесь потому что первое повторюсь ничего не тянет вот а во-вторых они все равно вот видите объемные был кармашка объемные когда там все будет что-то лежать она не будет я думаю за счет вот этого объем все равно достаточно и вот есть объемы что-то положить да вот увидите вот а здесь в этот раз я кстати не стала между собой внутренний слой внешне с парочки вот обложку соединяется вот это вот пожадничала но я думаю нафиг надо в данном случае серпянка не станут что не вижу смысл мне здесь сюда под лицо в принципе на хорошо пришиты и здесь карман много поэтому если таких небольших участков открытых вот плюс вот здесь она держится вот этими швами и швами вот это вот ленточки тесьмы вот так что вот такой вот вариант получается глубина значитесь вот он говорил или нет я убавляла ее да и соответственно вот по закупу при закрытии плюс сантиметр запас на свободное движение тут 4 тут будет это 5 представление расстояние ориентировочно так посмотрите я уже начала делать наметку начала его с одного конца закончу другом булавку вот эту пациент по центру которую я именно булавочка сколола я ее не снимаю снимать не буду пока не найду сюда строчкой машины почему потому что чтобы вот у меня вы точно все было хорошо я думаю что она не то чтобы прям сильно поможет ну что-то гарантирует но лишний раз я обычно такие булавочки оставляю немножко вот чтобы центр не видеть что здесь центр вот и соответственно уже когда вот до этого места иду тогда я ее уберу значит и что мы видим когда мы смету мы сразу видим как у нас лег угол это вы видите на угол лег хорошо и никаких сборок оборок и уже где-то расстояние сантиметр у меня от края здесь я углы делаю бакси чем чтобы вот точно ничего никуда там не вылезала потом никаких сборок оборок не происходило у меня вот а здесь обычным сметочным швом линейку у меня здесь вот таким углом в данном случае я делаю вот 40 по пропорционально размеру этой папки и вот потому что я от нее хотела я здесь выбрала 40 предыдущей папочки у меня r30 был радиус вот 30 тут 40 поэтому значит видите для чего я это говорю что вот эти вот обтачку я краю по прямой линии то есть не по косу не под 45 градусов сначала думал что наверно мне придется под 45 но потом не так стало жалко ткани я посмотрела прикинула на на неотрезанные куски тканей и просто наложив ее сюда как она ляжет я посмотрела что она ложится абсолютно нормально и не стала ничего мудрить вот а бейку финишную я уже буду конечно делать по косой чтобы вот все хорошо здесь ложилась потому что я ее сюда буду загибать подворачивать и чтобы было красиво клетка потому что вот это у меня будет и клетка будет по косой красиво смотреться на общая клетка на бейке по косой и когда ее укладываешь она хорошо ляжет по прямой то может быть смещение клеточки некоторые относительно края мы уже видим что чем еще хорошо делать сметку вы видите вот ну уже точно можете заметить достаточно какую бечку ширину вам кроить у меня будет не двуслойная бейка на по факту она в итоге будет понятно финиш на как два слоя 2 2 здесь слой 2 здесь но на перекипе это будет как бы однослойку вот поэтому я уже могу точно замерить я знаю что у меня например будут строить щит на ширину сантиметр соответственно два для внутренней два для внешней и расстояние на толщину в данном случае я думаю сантиметр поэтому с учетом некоторых погрешности я думаю что бейку я буду делать не 5 может быть опять с половиной 6 сантиметров будет лишний кусочек там можно внутрь подвернуть когда уже финишным будет шов до потайной и побольше чуть-чуть подвернуть поэтому так получается как будто бы 5 может быть пять с половиной я буду делать бейку я думаю с учетом того что здесь при где-то сантиметр там сантиметр сантиметр и штук 4 получается 2 здесь сантиметра 2 здесь 1 сюда это 5 и пол сантиметра на погрешность на подгиб и на загиб где-то вот так я думаю хватит максимум 6 я подумаю еще но не больше вот вот я сделала наметку двух сторон уже видно что здесь все в принципе сошлось здесь принципе сошлось вот и как бы сейчас можно даже застегнуть папочку и проверить насколько все хорошо вот здесь этот хвостика видим если бы здесь был замок как вы понимаете у меня бы здесь не смог не было от этого расстояния известно папка бы не раскрылась либо надо делать два таких хвостиками не совершенно не нравится и не нужно считая лишним можно было бы сделать вариант как у школьных пеналов хвостик спрятать эти сделать что вроде кармашка вот здесь вот и спрятать туда хвостик ну я не стал это делать сделал так по принципу вот шьют папки органайзеры вот с таким хвостиком ну как что было больше возможности а тогда это вот так было бы наверное вот ну предварительно вроде все хорошо должно получиться вот пока мне все нравится так вот смотрите значит вот я примет наметку сделала вот так вот видите как в сумочках выглядит обтачка вот она состыковалась корешком то есть никаких там зазоров нету что я и хотела в принципе можно было бы обтачку еще уже сделать чтобы она вот здесь вот более так вот легла но я уже не буду переделать я уже все приметал это начнет отпарывать все и опять обрезать еще по сантиметру но получится так что сантиметр здесь уберу сантиметр там у меня плюс по сантиметру идет у меня будет такая ширина ну раз уж такого большого по размеру папка и возможно что что-то будет появляться все же меняется шпака не надену тени мне быть лучше она будет чуть по объем ничем наоборот потом недостаточно объема вот тем более надо учитывать что она сейчас пустая а когда и сейчас еще кант не пришли то когда уже пришьется кант окантовка финишная и здесь тоже плюс у меня внутрь положится что-то будет какой-то объем она вот так вот расправиться практически полностью в любом случае вот так как здесь будет кант внешний все равно окантовку вот это будет внутри если бы этот кант был внутрь вот этот срез внутрь у меня прятался косубе тогда бы она вот выступала как у той моей вот вельветовой папочки из предыдущего видео вот здесь это будет наоборот внутрь все смотреться ну то есть как у школьных пеналов по сути да вот так вот просто за счет то по мере там на исполнении этой папочки вот он будет тканику так раз вот так будет распрямляться вот эту зону да вот так это уже понятно все так все в принципе мне нравится то есть принципе осталось пристрочить вот эту обтачку молнию потом выкроить беечку по косой то есть я по этапам дело сразу подряд не строя не краю все по этапам что все было точно никакой лишних обрезков ткани не были и не выбрасывать ничего вот и уже пришить на машинке еще 2 шов у меня уже будет я пришью соответственно сюда беечку кантит сейчас я буду пришивать не на сантиметр на ширину лапки а чуть меньше и наметку пока не буду снимать потому что наметка у меня где-то сантиметр расстояние от края от среза вот я потом когда уже пристрочу финишные бейку косую вот тогда уже я сниму наметку и уже беечку будут закрывать потайным швом финишным швом он у меня будет с лицевой стороны потому что удобно строчить такие вещи я уже говорил изнутри вот отсюда будет неудобно все время быть упираться хотя здесь конечно же хорошо тем что папка она полностью раскрывается вот что еще плюс да и молния его полностью у вас полотно единое получается но все равно когда на закруглениях вам нужно чтобы обзор был вот этой стороны и поэтому нужно чтобы шов строчка проходила именно по этой стороне вам будет проще если что уложить вот чтобы вас никаких защипов случайно не образовалась когда если в с этой стороны будете строчить вот с лицевой стороны пристраивать бейку косую то соответственно у вас здесь могут образоваться защипы потому что понимать это закругление вот а если вот здесь то у вас все будет нормально но в расстегнутой молнии вообще здесь кого я вам показывала там никаких трудностей не возникнет вы его так вот уложите этот кантик и спокойненько строчку здесь пройдете вот но это вот чисто мой мой опыт мое наблюдение мое видение так на всякий случай говорю это никакой не мастер-класс это просто этапы шитья по просьбе моих подписчиков поэтому как бы хотите пользуйтесь этим опытом хотите не пользуйтесь учитывайте да вот я ни на что не претендую мастер-классы я снимать не буду это затратный и по времени это нужно все равно уме делать как бы я просто вот свои свой опыт и так далее никаких мастер-классов до этого у меня не было не покупала не приобретала никого не платного не бесплатного по пошиву подобных папок это все я вот чисто опираясь на свой швейный опыт включая одежду вот когда на свое время я решила очень много и даже в этом году пар платьев шила летом спустя много лет вот это исключительно опыт уже как бы мышление в этой области как мозги уже работают как говорится исходя из опыта вообще шитья поэтому никаких мастер-класс у меня пожалуйста не просите вот а то мне надо пишут дать мне мастер-класс не гранит мастер-класса сама шли вот поэтому чисто вот просто я смотрю картинки делаю какие-то выводы и а потом продумываю как бы я сделала это и может быть даже вообще я могу шить совершенно иначе чем вот смотрите вот я дошла до угла это я прокладываю строчку первую на расстоянии трех миллиметров от края от среза значит спокойно видите бечка все укладывается на мне все прометаны поэтому ничего не собирается и легко проходится вот это сверху вас обтачка к вам на вас смотрит лицевая сторона внизу так будет удобно просто строчить и кантик потом также будет удобно вот это завершающий до финишной пристрачиваете а уже с лицевой стороны потайным швом закрыть только швом который не будет видно потайной потому что есть какой-то еще видим и так поняла вид шва немножечко нички видно это уже каждый сам для себя выбирать я пришиваю таким который не видно чтобы не было видно где лицо где строчка была машины скажем так вот поэтому как бы вот так вот сейчас я сделаю таким образом не зафиксируется хорошо обтачка не будет никаких трудностей потом с кантом лишних уже все будет лежать как нужно то есть не надо быть лишний раз там ничего где подтягивать то есть вот это память на медленном ходу делаете всегда потому что в процесс поворачивать надо будет и потихонечку аккуратненько укладывать вот это все не надо здесь торопиться никаких скоростей больших у машины ничего на медленном спокойном ходу вот кому какой комфортен чтобы контролировать именно одну строчку свою и отсутствие защипов вот вам показываю вот строчку я проложила вот видите что защипов никаких нет так что вот сметка в этом плане вещь хорошая полезной и то что здесь по прямой раскроена обтачка как вы видите это никак не повлияло легко уложился угол и деку отстрочился ну теперь кантика уже будет еще проще тем больше в канту будет вообще еще и по косой такой вариант получается лицевой стороны но это вот так пока сейчас все выглядит потом все это наметка уйдет умею сниму все будет чистенько по поводу бейки смотрите значит косая бейку то есть разное мнение кто-то говорит надо укладывать кто-то подтягивать на самом деле вот насколько я помню смысл косой бейки в том что ее как раз чтобы не подтягивать на самом деле когда ее даже подтягиваешь потом перетяжки получаются когда уже ее пришиваешь и потом она так может потянуться немножко с того что она показала раскрою на процессе строчки поэтому я предпочитаю ее наметывать опять же чтобы меньше была вероятность что немножечко она потянется когда будешь строчку прокладывать по и веечку нужно укладывать меня учили именно так для того она и делала по косой чтобы она ее именно уложить а не подтянуть вот а там уж конечно каждый сам решает как ему шить просмотреть если вы ее будете подтягивать вместо закруглений то естественно потом когда вы будете переворачивать но огибать и она и вообще но после проложения строчки она у вас будет вот тут с перетяжками такими ну видели может быть такие знаете будет раз она подтягивается перед перетяжки на косые такие она и так может их дать на самом деле но здесь опять же потому что во время строчки она может немножечко подтянуться но если еще и подтянуть дополнительно тогда перетяжки будут очень видимые заметные вот поэтому я ее укладываю и в данном случае как видите так как папочка полностью раскрывается очень удобно получается пристрачиваете и с внутренней стороны потом уже я ее отогнул и подогнул как обычно в общем и потайном шовчиком пришли думаю что сегодня закончу должна по крайней мере вот я сейчас наколола и я ее прилетаю с того что мне из округлений у меня была прямая бейка я бы не приметал смысла нету потому что ты ее строчишь хотя приметка а наметку можно тоже делать но опять же тоже будут там же были бы прямые углы которые нужно было бы уложить чтобы уголочек сформировался вот но по крайней там бы да она могла немножко там как бы не было бы не закругление она бы не потянулась в них понимаете одессе есть риск потянуть процессе строчки поэтому ее нужно фиксировать там клеем временной фиксации или с меткой кому как удобнее но не даст на мой взгляд недостаточно только прищепок или булавок но я бы так не стала делать а так уже каждый сам выбирает как ему лучше